Всем привет, друзья! Продолжаем снимать видео по вашим комментариям в инстаграмчике, подписывайтесь на него. Мы сегодня снимаем пресс, парень попросил упражнение на пресс снять. Мы снимаем на турнике, на брусьях и на полу. Андрюха будет показывать на турнике, слава на брусьях, а я вам покажу все упражнения, которые есть на полу. Объясним, сколько подходов повторений нужно делать и как их выполнять правильно. Поехали! Итак, друзья, мы немножко переквалифицировались. Я покажу упражнения на турнике. У нас будет 4 упражнения от легкого до самого сложного. Поехали! Делаем по 3 подхода максимум повторений. Пресаг нужно убивать по полной. Первое упражнение для новичков. Повисаем и делаем с согнутыми коленями. Мне не особо удобно, я слишком большой тут. То есть делать с согнутыми коленями. Потом, следующий уже новый уровень для тех, кто имеет нормальный пресс, делаем с прямыми ногами. Опять же, мне не особо удобно тут. Следующий уровень, это мы поднимаем ноги к самому турнику. Это уже для таких совершенных спортсменов. Артур совершенный спортсмен. Следующий уровень после этого, ну я бы сказал, что это не уровень. Это прокачка косых мышц. Называется дворники. Слава так назвал, наверное. Делаем вот так. Есть разные вариации. Но факт в том, чтобы ваши ноги делали вот такие движения, как дворники, да? И тем самым будет идти нагрузка именно на косые мышцы. Так, ребят, сразу хочу оговорить, что на брусьях можно делать упражнения на пресс как угодно. С прямыми руками или на локтях. На локтях удобнее тем, что вы не будете шататься, а на руках удобно тем, что если турник низкий, то вы не будете задевать ногами. У нас турник достаточно высокий, поэтому я буду на локтях. Итак, опять-таки, поднятие ног в уголок. Это упражнение будет сложно поначалу. Если вам сложно делать то же самое, но согнутыми ногами. И самое главное, если вы все-таки пытаетесь делать упражнения какие-то, которые подводят ноги в уголок, не пытайтесь делать с чуть-чуть согнутыми ногами, старайтесь делать сразу с прямыми, а то это потом будет сложно переучиться и вообще это будет выглядеть даже не так хорошо. Лучше сразу помучиться и делать сложнее. Так, следующее упражнение бегун. Мы становимся на брусья и начинаем двигать с ногами. Стараемся подвести колени как можно ближе к корпусу. Так вы будете максимально сдавливать свой пресс. Так, теперь будут скручивания на турнике. На турнике чем хорошо это делать? Что в нижней фазе вы не дотронетесь до пола и у вас будет всегда напряжение. Плюс можно будет сразу же растянуть пресс, если что. Обычные скручивания. Двойные скручивания. И в конце самое что важное, всегда растягивайте свои мышцы. Это относится и к прессу, а то будете ходить горбатые, вас попросят выпрямиться, а мышцы не выпрямляются. И на брусьях это очень удобно делать. Опускаемся вниз и стараемся дотянуться до земли. Ну что ж, на полу упражнения сейчас я все покажу. Делаем также три подхода на максимум. Погнали. Обычные скручивания. Это удобнее делать около стенки шведской. Но если у вас ее нет, вы можете попросить напарника, чтобы он вам держал ноги. Дальше идут двойные скручивания. Дальше идут махи ногами вверх. И подъем таза. Дальше можно сделать просто холд. А дальше вы можете сделать альпинист и планку. Альпинист. Примерно 30 секунд. И затем планку сколько можете. Итак, ребята, вы видели огромное количество всяких упражнений. Вы можете делать разные вариации из этих упражнений. Можете делать суперсеты, совмещать их между упражнениями. Вы можете делать планку альпиниста, чтобы пресс ваш постоянно работал и постоянно забивался. Чтобы он постоянно был в движении. Такой активный, знаете, тренинг. И будет мощно. Поэтому, друзья, подписывайтесь на инстаграмчик. И пишите нам, что снять еще. Мы ждем. И увидимся в следующем выпуске. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok